История Беларуси, билеты, билет десятый, ответ на первый вопрос десятого билета, который звучит так. Социально-экономическое развитие, белорусские земель в 14-х, середине 16-х веков. Итак, структура населения у нас были сословия, это определенные группы людей, которые при рождении по определению обладали какими-либо правами и обязанностями. У нас было всего 4 основных сословия, которые делились на простые и привилегированные. Привилегированные это шляхта духовенства, простые это у нас мещане и крестьяне. Ведущими у нас, понятное дело, и правящим сословием у нас была шляхта. Она обладала исключительным правом обладания землей, распоряжаться жизнью, судьбой крестьян, которые на ней живут. У нас крестьяне делились на два типа. Это похожих, непохожих. Похожи это свободные, непохожие, это крепостные. Свободные это, которые могли переходить одного феодала к другому. Непохожие или крепостные, это те, которые были строго закреплены за определенным феодалом и не имели права никуда уходить. У нас они, запользованные землей, могли отрабатывать барщину. То есть они приходили на землю феодала со своим скотом, со своими орудиями труда. Ее там обрабатывали. Их называли тяговыми. Также у нас есть дякла. Это натуральный оброк, то есть продуктами все выплачивали. Их называют данниками. Также у нас в 15 веке был введен чинш. Это оплата деньгами, денежными средствами. Их называют осадными, либо чиншевыми. У нас начало происходить закрепощение крестьян, чтобы они не бегали от одного крестьянина, от одного феодала к другому. Первый шаг к этому был в 1447 год, когда Казимир, который правил ВКЛ, издал у нас привилей, согласно которому феодалы получали право вершать суд над крестьянами, которые от них зависят. Таким образом у нас началось закрепощение крестьян, то есть утрата ими своего права, собственности на землю и превращение их в зависимых от феодала. Следующее, это у нас 1468 год, был из-за судебника Казимира. Это первый сборник законов ВКЛ. Согласно этому документу, крестьяне лишались права свободно переходить одного феодала к другому. Они прикреплялись за определенным феодалом, а если им помогали бежать, то за это был предусмотрен отдельный котелок в аду и в законе. Дальше у нас был издан первый статут ВКЛ 1529 года, который ввел 10-летний срок давности. Это значит, что после истечения этого строка все крестьяне становятся непохожими. Единственные моменты, когда крестьяне могли в принципе свободно переходить, это неделя до Юрьева дня и неделя после Юрьева дня. Далее у нас был введен статут ВКЛ 1566 года, который у нас прописал срок поимки крепостных крестьян в 10 лет. То есть если их находили, то там были наказания. И был введен статут ВКЛ 1588 года, который увеличил этот срок на 20 лет и который прописывал то, что люди должны были обязательно выплачивать сумму денег, чтобы там можно было перейти. Дальше. Рост городов и городского населения происходит у нас в 14-16 веках. Самыми крупными был Брест, Пинск, Минск и так далее. Были средние и были у нас местечки. Это небольшие поселения. Необходимость защиты от врагов у нас обусловила то, что у нас начали строиться замки, то есть оборотительные сооружения. И в центре замка у нас, в центре города, самым важным было не то, что там был замок, а то, что там была торговая площадь, рядом были посады. Это там, где жили, собственно говоря, эти самые ремесленники. И торговцы. Коренными свободными людьми торговцев назывались мещанами, то есть они никому ничего не должны были. Их название пошло от слова «место», что в переводе означает «город». Мещане владели имуществом и имели право передавать его по наследству. Главным заменятием для городского населения было ревесло. У нас там были кузнецы, ювелиры, кожевеники, котельщики, пивовары и так далее. Городские ремесленники у нас объединялись с цеха. Это организации, которые хотели преодолеть конкуренцию, чтобы у нас не было ничего иностранного, да и между собой тоже быть вне конкурса, так сказать. Первое упоминание о вот таких вот цехах в Минске было в 1552 году. Также цеховая организация у нас были ремесленниками. И, короче, чтобы стать мастером, надо было... Ну, мастер набирал себе учеников, и чтобы этот ученик смог стать мастером, должен был изобрести штуку. Ну, в переводе это означает «образец». Так, вместе с ремеслами развивалась и торговля. Она меняла свою форму, потому что росли города от обычного обмена к продаже. Увеличивалось число рынков. Также у нас около 40% всех городов находилось в частной собственности феодалов. Население таких городов было преимущественно зависимым, поэтому решили им дарить Магдебургское право. Магдебургское право, в принципе, это право на независимость. То есть, это территория, ты там становился независимым. И почему так называется? Потому что впервые такое Магдебургское право было в городе Магдебург в XIII веке. Первый город в Беларуси, который получил Магдебургское право, это Брест. Первый город в Калтавильне. Минск у нас получил в 1498 году. Так, Магдебургское право. Люди, которые вот по такому праву становились независимыми, они создавали свой орган власти, магистрат и суд. Он состоял из городской рады и лавы. Это орган судебный. Ну, лава, в принципе, это лавочки, скамейки, на котором сидели подсудимые. Также органы, которые всем управляли, назывался Бурмистр и Войт. И для магистрата начали впоследствии строить ратуши с башней и часами на ней. Как-то так. Всем люблю, целую, всем хорошего настроения, всем удачи на экзаменах и всем всего самого наилучшего.